Здравствуйте! Сегодня мы вновь встречаемся с Георгием Малько. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы уже разговаривали о его судьбе как русского. Извините за это слово. Все-таки его употреблю, хотя оно не очень удачное иммигранта. Но вынужденного иммигранта, потому что он родился во Франции. Его родители вынуждены были жить во Франции. Поэтому сейчас это слово уже немножко переходит в другое. Сейчас расстояния не существует. Полет на самолете занимает 2-3-4 часа в любую точку Европы. Поэтому люди курсируют туда и обратно. И уже теперь русские живут везде. И можно даже применить такой термин, который я люблю и часто употребляю. Такой планета России на планете Земля. То есть планета России существует. И Георгий Малько один из тех людей, который защищает русскую культуру, русское православие. Он является генеральным секретарем радиостанции «Голос православия» в Париже. Он также председатель общества «Арюр». Это такая детская организация, как наподобие что ли пионерской или скаутской, организации российских юных разведчиков во Франции. Кроме того, вы являетесь экономистом и всю жизнь проработали в сфере агропромышленности, аграрного хозяйства. Я знаю, что вы были очень высочайшие специалисты в этой сфере. И у вас владелец какой-то фирмы, который был известен как очень крупный магнат и миллиардер даже, посылал на какие-то года, на несколько лет вы жили в Америке, потом в Латинской Америке, потом даже в Японии. То есть, все время у вас перебрасывала судьба в разные концы света. При этом вы продолжали оставаться русским православным человеком. Что для вас все-таки, как для русского человека, православие? Чем оно вас выручало? Это, я бы сказал, это мой русло, да, можно сказать. Русло реки, да. Почему? Потому что, как рассказывал уже в предыдущей нашей встрече, я жил при институте сельского подворья, и это у меня, конечно, осталось глубоко в сердце. От этого отойти я никак не мог, и до сегодняшнего дня это для меня самое важное. И, конечно, вот у меня, вот вы сказали два-три слова насчет этой возможности для меня, которая мне дала работа, ехать по всему, разъезжать по всему белому свету, по планете, так говорят сегодня. Я никак не предполагал, что у меня будет такая возможность. Но это, по видимости, Господь Бог мне прослал, потому что у меня было довольно, вот именно, православное такое видение, короткое, сказал бы. Вот, например, я думал, я не хочу никого шокировать, но я был абсолютно убежден, что православие – это славянский язык. Без славянского языка никакого православия. Идут, я поехал, меня послали в Перу. Я прилетаю в Перу, и, конечно, что делаю? Ищу православный приход. Я говорю, православный, пойду, помолюсь, лоб перекрестить, захожу. А там не русский язык. А там совершенно не русский язык, там все по-испански. Это меня сбило, но я остался. И слушаешь, и узнаешь. Хирургимское по-испански, достойно есть по-испански, все это. И тут же напев. То есть, молиться можно. И сперва меня посылают в Соединенные Штаты. Где по-английски? Туда? Все по-английски. Потом оттуда, в Токио. Поехал в Токио, в храм. Все по-японски. И везде можно молиться. Я тут начал задумываться. Ну, знаешь, где границы нашего православия? Что такое церковь? Как подойти к этому понятию? Действительно, православие. Православие так нет никаких границ. Тут понимаешь, что язык – это не самое важное. Действительно, как же с индейцем в Боливии, кетчуа какой-то, ему объяснять православие на славянском или старогреческом языке? Это займет столько времени. И потом он же хочет понять, что такое. Евангелие, псалмы, молитвы, пения. На благо Господня. Это вот мне открыло, конечно, мозги. Я бы сказал бы. То есть вы еще могли бы и во Франции, и в Париже ходить, например, где служил отец Борис Бобринский. На рю-дарю храм Александра Невского верхняя часть службы идет на церковно-славянском языке, внизу на французском. На французском. Вы же могли ходить во французскую часть, как многие даже русские эмигранты делали. Но вы-то ходили в церковно-славянскую. Почему? Почему в церковно-славянскую? Потому что мне раскрыла эта история разъезжать по всему свету язык и так далее. Первый этап был, значит, язык не важен. Но когда я начал действительно интересоваться православию более так глубже, уже не поверхностно, а глубже, я понял, что без славянского языка никуда не деваться. Почему? Потому что славянский язык, мало кто понимает, это не перевод с греческого. Совершенно нет. Это кальк. Это кальк со старого греческого языка. И вот старый греческий язык для нас, он потерян. Мы уже его не понимаем. Надо быть уже ученым, чтобы понять и читать его. А мы славянский язык, его слышим каждое воскресенье. Если кто хочет, даже каждый день может ходить к храму. Вот здесь в России у вас есть куда ходить? Вам дать объяснение. Мы иногда не понимаем точно-точно, что такое значит одно слово по-славянски. И нас сбивает. Может быть, сбивает. Но от него отходить нельзя. Я вам дам примерчик. Когда вы на английском встречаетесь с кем-то, вы ему скажете «How do you do?» Вот переведите это на русский язык. «Как ты делаешь-делаешь». «Как ты делаешь-делаешь». Это что значит? Вот выяснили, это ничего не значит. Это какая-то чушь. Это значит «Как дела? Привет?» и так далее. Вот это перевод. Но калька – это «Как делаешь-делать?». И этот «Как делаешь-делать?» он важнейший. И у нас богатство такое? Это изумительно. «Отче наш, иже еси на небесах». Это как звучит красиво. И всем понятно. Там много чего. Евангелие, перевод на русский язык. Вот у нас синодальный перевод. Я не про все эти переводы, которые сегодня мы видим. И вообще, можно кое-что под вопросом поставить. Который самый вот такой близкий к нашему славянскому языку. Но он иногда был… Это не то. Он не выражает смысла, глубокий смысл того, что было записано в I-II веке. Понимаете, от этого надо защищать славянский язык. Обязательно. Обязательно. Мы, русскоговорящие, имеем это богатство. Мы имеем возможность его понять. Нам это открыто. Не то, что там на Западе им не понять. Они латынский язык не знают, греческий тем более. А старо-греческий – это все пропало. То есть, именно каком? А у нас славянский. Вот это русский и славянский, я даже не могу сказать. Это как два пальца на руке. Не оторвать. Не оторвать. Церковно-славянский язык чаще говорят. Церковно-славянский язык – это богатство такое. Георгий, хочу вот о чем вас спросить. Давайте поговорим о судьбе человека, который был по разным причинам и разными способами перенесен со своей родины на чужбину. Да. То есть, вы относитесь, опять употреблю это слово, к эмиграции русской, которых было несколько волн. Но вы относитесь к той самой первой, второй, которая была связана с революцией 1917 года, гражданской войной, потом и даже с Великой Отечественной войной, так сказать, потому что там тоже появилась новая эмиграция DP, потому что не все люди смогли или могли вернуться на родину. Вот оказались эти люди за пределами страны. И они продолжали, хотели бы продолжать жить как в православной традиции, так и в русской традиции. Какие у них были для этого возможности? Вот, например, родился у вас ребенок, или вы родились в семье. Были ли в эмиграции в Европе русские детские сады? Были ли в этом смысле какие-то, ну вот, были воскресные школы, например, да, уже для более подрастающих. Вот куда девался ребенок, или он воспитывался только дома, или были какие-то возможности? Основативно, конечно, дом. Но мы собирались, вот, например, если взять парижанин, я во всем верю, это было так. То, что вы называете воскресные школы, у нас были четверговые школы. Это было, я об этом говорил, и это нам давало возможность изучать русский язык, грамматику, читать, там, это... Мы выступали, ставили театральные пьесы, там, детские были, и были постаршие. Например, я помню, как мой брат выступал в... Иван Васильевич меняет профессию, пьеса есть такая, Булгакова. Да, это не кино, не только кино. Как мы хохотали, все это было, и это длилось несколько месяцев, потому что вот выступали каждую неделю. Мы ставили это тоже, не турбинных, вот такие вещи, понимаете, вот это все у нас было. То есть мы учились, и это было наше... На чем мы держались, там, все друзья, вот это. А что это было? Был кадетский корпус, кадетский корпус, но это уже другое дело. Это уже более старше. А вот что вы можете сказать о детских организациях? Это же очень интересно. Детские организации. Потому что вы являетесь в том числе одним из руководителей одной из таких детских организаций, потому что детей в эмиграции каким-то образом собирали вместе. Собирали и воспитывали. То есть скауты, юные разведчики, витязи. Что это такое для Европы было? Это было важно? Там православие распространялось, укреплялось? Или это было просто любовь к России? Это было очень важно. Это на основе православия все это делается. Но не только. Это православие и русский язык. Или русский язык и православие. Потому что у скаутов, например, самый важный был язык. И православие шло потом. У витязи это более, так сказать, православие, а потом язык. То есть это тонкости. Я сейчас вынужден пояснить телезрителям, что речь идет о организациях, отчасти напоминающих в Советском Союзе пионерскую и комсомольскую организации. Чтобы было понятно, о чем речь идет. Совершенно. Общественные детские организации. Наше скаутское движение, я так бы сказал, родилось в Петербурге в 2009 году. Мы просто приемники были этой организации. А вы знаете, кто был одним из руководителей? Василий Янчевецкий. Ну? Это знаменитый русский писатель, советский писатель В. Ян, который написал трилогию «Баты и Чингисхан к последнему морю», который получил сталинскую премию за это, который потерял свою супругу, что-то похожее вашего деда, которая жила за границей. И он думал, что ее нет живых, а она думала, что его нет живых. Потому что она не могла сопоставить, что пишет такие известные книги гигантскими тиражами ее бывший муж. Потому что он подписывался псевдонимом В. Ян. Он был одним из составителей скаутского движения в России. Ну вот. А у нас, значит, был этот полковник Пантюхов. Кстати, друг по классам, по школе в Дроздовском. Вместе учились. И мой отец был еще скаутом при Пантюхове. И это, понимаете, это далеко идет. Вот нас учили, как стоять, как уважать другого, как говорить, как молиться. Вот это все очень важно. Вот самое интересное, что в Советском Союзе был знаменитый призыв к борьбе за дело коммунистической партии. Советского Союза будет готов. Пионер говорил, всегда готов. Хотя он понятия не имел, какое дело у коммунистической партии и в какой борьбе он должен принимать участие. Но неважно. Все равно у скаутов же было знаменитое и до сих пор существует еще пока, хотя с трудом. И мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Ответ такой, будь готов за Россию. Всегда готов. Это клич. Это клич, знаешь, будь готов и отвечай за Россию. И мы всегда гордились этим за Россию. Потому что это было для нас как цель. Вот Россия завтра освободится от коммунистического ига. Мы так и говорили. И вернемся, и будем жить у себя. И вот это сегодня, вот это клич за Россию теперь под вопросом на Западе. И у нас внутренний дебат. Надо ли дальше говорить за Россию? Не лучше ли бы отойти от этого? Просто будь готов. И там... Всегда готов. Всегда готов. И на этом кончить. Может быть, там нам некоторые предлагают за отчизну. Другие за родину. Третьи за отечество и так далее. Тогда будет вопрос за какую отчизну и за какую родину. Это вот именно вопрос. Если вы живете во Франции, получается, за какую родину? Вот именно. Зачем тогда вообще защищать идею скаутского российского движения? Этого уже не надо. Это ты становишься или американским скаутом, или французским скаутом, или английским скаутом, или австралийским скаутом. Но если нет за Россию, нет этого понятия. Зачем по-русски говорить? И что делать? И что нет, тогда ты пропал. Не надо. У меня... Если мне лично скажут завтра, тебе уже этого не надо говорить, я отойду от этого движения. Потому что мне это... Это бессмысленно. Вы говорили, что в Прибалтике запрещают говорить за Россию. В Прибалтике вообще запретили года два тому назад. Вызвали наших начальников и руководителей скаутского движения. И им очень вежливо сказали, вы так дальше будете, с вами будут большие проблемы. И вот у них уже этого нет. Просто будь готов, всегда готов. Будь готов, всегда готов. С рубахи сняли, трехсветные, это у нас... Нашивки. Нашивки сняли. То есть становится очень трудно. Значит, дальше нельзя будет петь, нельзя будет говорить, нельзя будет писать. И это конец. Это кончено. Но это внутренний... У нас дебатч сегодня довольно свирепый. Я строго защищаю нашу клич сегодняшнюю за Россию. Есть предложение такое, другое, которое нам дали. Это говорить за Русь святую. За Русь святую почему нет? Это имеет смысл какой-то. Адухотворенный образ, а не конкретное. Это уже не конкретное. Но, с другой стороны, это смывает вот некоторые границы, которые сегодня стараются строить между Белоруссией, Малоруссией и Великой Руссией. Потому что это Русь. Она может иметь какой-то смысл. Потому что у нас дети из Минска, другие из Киева, третьи из России. И не всем понятно, что все мы одни. Одна семья. Георгий, ваши дети, я знаю, вы всегда стремились к тому, чтобы как-то их подтолкнуть к участию в детских движениях. Они вот часто приезжали в Россию, участвовали в разных походах, в каких-то мероприятиях, плавали на каких-то суднах куда-то, участвовали в возложении каких-то открытий памятников. Даже в Артеке, по-моему, были, да? Были, были. То есть, Артек, который, в общем-то, следовало традиции еще пионерских организаций. Ваши дети, которые воспитывались в Скаутском-Арюровском движении, с удовольствием туда внедрялись. Скажите об этом немного, это интересно. У нас там были, то есть, у нас были переговоры, как дальше работать в России. И вот Артек, конечно, очень это мощно. Мои внучки ездили, они просто счастливые вернулись оттуда. Так, мы, но мы не пошли по этой линии. Мы остались верны Скаутскому движению. Там нет никакой линии, там никакого движения нет. Но это структура такая, скажем, административная. Там ни пионеров, ни скаутов, никого нет. Там просто лагерь, как бы, и все. Я прошу прощения, что я сделал за замечание. Нет, 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 все нормально. Я знаю, у нас-то еще контакты еще есть, до сегодняшнего дня постоянные есть. Хотелось бы вместе работать дальше. Но я более, вот у нас пошло на то, что ребята сюда приезжают, ремонтом не занимаются. Как волонтеры, да, как добровольцы? Вот, были на Соловках, там, на Анзаре, и работали при, там, скит святого Ильязара. Вот такие моменты очень важны. Я лично, но это мой подход, предпочитаю, когда вот едут 20 человек, не больше, встречаются здесь с людьми тоже 20, это группа таких других, и вот эти 40 поедут там на какую-то конкретную работу. Это свыше 18 лет. Малышей мы сюда не пускаем, предпочитаем вот так работать. А, то есть уже серию взрослых людей, да? Да, да, да. Ну, вы знаете, какие условия здесь. Иногда бывает не очень удобно все это. Да, 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 я понимаю. То есть с 18 лет свыше можно, это спокойно. По опыту, который мы имеем, вот анзерский опыт у нас важнейший. И я вижу, как дети вообще меняются, возвращаются на Запад, и уже их никак не отвлечь от России. Это очень важный момент был. Георгий, следующий вопрос такой. Вот человек, живущий за пределами Родины, уже перестал быть юношей, да, так сказать, вот он ходил в воскресную школу, в Четверговую, например, да, участвовал в детском движении. Затем он поступил в высшее учебное заведение, может быть, специальных русских учебных заведений, ну, кроме кадетского корпуса в Белграде или еще где-то, как таковых и не было, в массовом масштабе тем более. Ну, были русскоязычные факультеты, да, или для русского языка, там, в Сорбоне, например, или еще где-то. Вот он выучился какому-то, например, высшему образованию, получил какую-то специальность. Дальше есть такая организация, которая всегда была для меня загадкой, очень интересной, называла, вот, я ее называю Ареп, на самом деле, как бы ее, расшифруйте нам ее, вот у меня в руках потрясающий совершенно сборник 91-го года. Каждый год она выходила, то есть русские люди давали свои координаты по всем профессиям, по всем направлениям работы для того, чтобы помогать друг другу в трудоустройстве, для того, чтобы советоваться, для того, чтобы иметь какое-то плечо, для того, чтобы не потерять работу, например, так сказать, или найти более интересное место работы и так далее. Расскажите по этой организации. Ну, так вот, это организация, которая теперь ей 30 лет скоро, кажется, 30 или 40 скоро будет, это взаимопомощь. Вот потерял работу, вы сами говорили, потерял работу, может туда обратиться и постарается вам помочь найти новое положение, найти новую компанию, куда ходить. С 91-го года, это интересно, вот это... Это редкий сборник, потому что это как раз перестал существовать СССР, началась Россия. С этого момента у нас пошло по-другому, уже искали работу здесь. Здесь, в России. В России. И могли, могли вот найти работу здесь, в России, через это общество. Нет ли у вас ощущения, что само понятие миграции, это заключительный вопрос нашей беседы, время уже наше подошло к концу, что русская миграция как таковая, вот так, ключевая, вторая, третья, так сказать, не передернута уже экономической или политической миграцией последнего времени, что она находится на грани исчезновения? Совершенно. Она... Я это понял в конце 70-х годах. В наших обществах шел вопрос, надо ли дальше говорить по-русски. И даже вот были организации молодежные, я не хочу имена тут давать, которые перешли очень быстро, кто на русский, кто на французский, кто на английский язык, языки. Вот эти молодежные организации, где, в которых я участвовал и имел свое место, я от этого ушел, потому что я не видел никаких больше перспектив, без языка. Зачем, зачем все это поддерживать? И вот, видите, разруха Советского Союза, разруха действительно, вот, появилась в конце 80-х, начало 90-х. Нам удалось сюда, мне лично удалось сюда ехать и работать. Я понял, что вот этот драгоценный багаж, который мне оставили родители и деды, вот этот язык, он жив, он нужен, его забывать нельзя. А вот те, которые, ребята моего возраста, которые уже отошли, потому что думали, что вот Россия никогда не освободится, там это, там коммунизм останется навеки, вечно, и все. Забыли, забыли язык, и куда не деваться, они офранцузились. Кто офранцузился совершенно, кто, у меня вот такая есть семья, и у них фамилия Татаренко. Вот Татаренко, ни слова по-русски не говорят, они не знают, кто они такие. Это как индейцы в Америке. Ну, я индейец, как говорил, у меня один знакомый, а что дальше? Вот это Татаренко. А дальше я американец. Я русский, а что дальше? Ты никто, ты никто, потому что ты потерял твои корни. Спасибо вам огромное за замечательную беседу, за ваш рассказ. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Георгий Малько. Он является генеральным секретарем радиостанции «Голос православия» в Париже, а также он председатель общества «Арюр», организации российских юных разведчиков, что-то вроде скаутов или пионеров, но и в Европе, православная организация во Франции. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Всего вам самого-самого доброго. Спасибо вам. Спасибо.